Вторая тема доклада – это меланома с мутацией БРФ и с метасозами головного мозга. Как известно, меланома стоит на третьем месте после рака лёгкого и рака молочной железы по поражению ЦНС. До 10% больных с метасозами мозга – это больные меланомой. И, к сожалению, до последнего времени прогноз у этих пациентов был довольно плохой. При стандартных схемах химиотерапии и химио-лучевой терапии больные жили не более 4 месяцев. Эффективность лечения не превышала 10%. Однако сейчас, в последние годы, мы активно изучаем мутационный статус у пациентов в меланомой, в частности, БРФ, ЦКИТ, мутации и другие. И вот интересный факт, есть данные, что у этих пациентов с мутацией, скажем, БРФ, ЦКИТ, в два раза выше риск метасозов головного мозга в сравнении с протипом меланомы без мутации. Примерно половина пациентов в меланомой коже выявляются мутацией БРФ. И что же мы сейчас имеем, какие варианты лечения у этих пациентов? Это ингибиторы БРФ, бемброфениб, доброфениб. Это сочетание ингибиторов БРФ с ингибиторами МЕК. И вот по поводу иммунотерапии, которая сейчас активно развивается, остается вопрос, когда ее используют в больных метасозами головного мозга? До или после ингибиторов БРФ или наличие мутации БРФ? Это эпилиумаб или нивумаб, эпимбролизумаб, антипедиадин препараты. Что касается ингибиторов БРФ? В последние годы были представлены данные, кроме точечки, на АСКО, по эффективности этих препаратов в больных меланомыми метасозами головного мозга. И, в частности, вемброфениб и доброфениб показали неплохую эффективность в сравнении с химиотерапией. Почти до 40% полных частичных регрессий в головном мозге и медианной выживаемости до 8 месяцев. То есть почти в два раза увеличивается медианная выживаемость у этой плохой прогностической группы пациентов. И вот сейчас на АСКО в этом году представлены новые данные уже, комбинации. Ранее изучались только монотерапии препараты. Это доброфениб-траметениб. Она показала довольно высокую эффективность у больных меланомой. 58% полных частичных регрессий в головном мозге. То есть это очень высокая эффективность при меланомии. Медиана в длительности эффекта более полугода. И медиана выживаемости уже впервые подберяется уже к одному году. Раньше это практически было невозможно у больных меланомой. Но участвуют новые данные, что больные могут прожить уже один год медиан в среднем при метастатическом поражении головного мозга. И вот наши данные российского онкологического центра. У нас лечилось 45 пациентов ингибитором БРАФ. В частности, вемборофениб – это 25 пациентов. Мы также изучали комбинацию доброфениб-траметениб – 11 пациентов. И вот в среднем наше эффективное встречение составило примерно 40%. Это вемборофениб или, допустим, доброфениб-траметениб. И медиана выживаемости – 8 месяцев и 8,5 месяцев в комбинации. Таким образом, контроль роста опухоли в головном мозге достигнут у 38% из 45, по нашим данным. То есть 84% – это включая стабилизацию в ЦНС. А объективный эффект полной частичной регрессии – это 50% больных. То есть тоже довольно хороший результат. Причем в экстракраниальных других органах эффективность лечения несколько выше – 60%. Медиана выживаемости составила в среднем 8 месяцев в всей подгруппе. Одногодичная выживаемость – 20%. И вот хочу представить вашему вниманию пару клинических случаев. Больной – 49 лет, мужчина. Ранее получавший химиотерапию по поводу метасазов в легких с частичной регрессией. Однако в марте 2013 года появились множественные метасазы в головном мозге – 60 человек до 3 см. По Карновскому – 80 баллов. Он получал дексаметазон в связи с симптоматикой неврологической и ОДГ у него в норме. И вот данные МРТ головного мозга от марта 2013 года. Как видно, множественные метасазы в головном мозге. На первом этапе лечения мы попробовали применить ему, учитывая все-таки ограниченные возможности применения таргенотерапии в нашей стране, химиотерапию, темазоломид, цисплуатин. Эта комбинация, по нашим данным, позволяет дощить более 30% регрессии как в головном мозге, так и в других органах. И медианная выживаемость – 8 месяцев. Причем четверо пациентов, по нашим данным, прожили более 5 лет без признаков прогрессированной болезни, то есть полная регрессия в головном мозге и в других органах. Это только при отсутствии экспрессии гена МГМТ. При этом, в правонаристическом благоприятном факторе, наш пациент имеет хороший шанс добиться регрессии метастазов и прожить, вот как я показал, более 5 лет. Значит, мы также используем эту схему химиотерапии. Локально на головной мозг проведена стереотоксическая радиотерапия на 6 очагов, доза 35 ГРСУМАРДНА, и 6 курсов химиотерапии, темазоломид, цисплуатин. Достигнула частичная регрессия в головном мозге и в легких, однако вот в ноябре 2013 года появились новые метастазы в легких. В головном мозге сохранялась частичная регрессия на фоне после стереотоксической радиотерапии. В состоянии больного хорошего, по-карновскому, дексамидазон не получал, ОДГ в норме. Это вот метастазы уже после радиотерапии, то есть частичная регрессия в головном мозге. И вот здесь мы уже использовали другую схему лечения, учитывая, что у него хороший контроль в ЦНС, есть возможность назначить иммунотерапию, в частности, и пилимумаб, учитывая, что препараты позволят достичь двухгодичной выживаемости 26% по данным исследования, которое было проведено в 2012 году, и 15% по этим данным частичной регрессии в ЦНС. Наш пациент получил 4 введения пилимумаба, то есть стандартная схема лечения, с ноября по февраль 2014 года. Однако, к сожалению, прогрессирование в феврале 2014 года. Новые ножественные метастазы в печени, в головном мозге более 20 новых очагов, более 4 сантиметров. По Карновскому около 70 баллов, опять назначен дексамидазон, ОДГ, прогностически неблагоприятный фактор, в два раза выше нормы. И вот у этого пациента выявлена мутация В-600К, БРАФ в опухоли, это довольно редкая мутация, она реже встречается, чем мутация В-600Е. Это вот данные МРТ перед началом лечения эгибитором БРАФ, ножественные метастазы в головном мозге. И вот, учитывая наличие мутации БРАФ в опухоли, пациент начал получать доброфенипс в марте 2014 года. Довольно быстрая частичная регрессия в головном мозге, в легких печени, в лимфозвах. Хорошая переносимость лечения, кожная сцепь только второй степени. И состояние опять резко улучшилось, и неврологически, и соматически. Перестало получить опять дексамидазон, ОДГ нормализовалось. Это вот данные МРТ, вот наверху это до доброфенипа, а вот нижние два снимка это уже после. То есть метастазы некоторые исчезли, а некоторые уменьшились более чем в два раза. В октябре 2014 года, то есть примерно через 7 месяцев от начала лечения, прогрессивные болезни опять же в ЦНС, в легких печени. И, к сожалению, больные в случае, когда у них отмечается прогрессивные болезни и в других органах из-за же летальный исход. Однако, вот если посмотреть, то он в целом прожил от начала лечения метастаза головного мозга один год и 8 месяцев. То есть довольно неплохие результаты в сравнении с историческими данными. А время от начала лечения доброфенибом до летального исхода 9 месяцев. Причем контроль болезни 7 месяцев на фоне доброфениба. Другой клинический пример – это пожилой пациент, 72 года мужчина. Ранее получал химиотерапию по 1 курс до карбазин-цеплатин по поводу метастаза в меланом и в костях. И вот в январе 2015 года множество метастаза в печени и в головном мозге до 12 очагов до сантиметра. По Карновскому 80 баллов. Получал дексиметазон с клиническим эффектом и ОДГ в 3 раза выше нормы. И вот пожилой пациент, более 70 лет. Химиотерапия высоко токсична. Особых возможностей лечения тоже нет. И вот здесь в данном случае нас выручило то, что у него выявлена мутация В600Е в опухоли. Так как именно такая драйверная мутация позволяет назначить таргетную терапию. И вот с февраля 2015 года пациент начал получать комбинацию лекарств. Это тот новый вариант лечения, который я говорил в предыдущем, описал предыдущие слайды. И довольно, опять же, быстро частичная регрессия в головном мозге. Очаги уменьшились более чем в 2 раза. По ПТКТ даже достигнута полная регрессия в печени и в костях в июне 2015 года. И вот на верхних снимках это метастазы головного мозга до лечения. Они небольших размеров, но вот как видно внизу, они уменьшились в размерах. Особенно этот контрольный очаг, который был более 1 см, уменьшился более чем в 2 раза. У пациента хорошее состояние. Был отменен дексаметазон. Однако вот в декабре 2015 года, примерно через 10 месяцев от начала лечения, опять же, быстрое прогрессивное болезни, более 40 новых очагов в головном мозге, очаги в печени и в костях. Это вот данные МРТ уже после прогрессивной болезни на фоне комбинации доброфениб-траметениб. Более 40 очагов новых метастазов в голове. И, к сожалению, дальше мы пробовали и лучевую терапию на весь головной мозг, химиотерапию. Но больной, к сожалению, довольно быстро ушел из жизни из-за прогрессивной болезни и отсутствия эффекта лечения. В феврале 2016 года. Он прожил один год от начала лечения комбинации доброфениб-траметениб. А время доброфениб-траметениб состояло 10 месяцев. Что касается, вот сейчас вот новые данные появились по сочетанию ингибиторов БРФ с радиохирургией и таггентерапией. И на последних конференциях АСКО были публикованы данные 27 исследований по сочетанию ингибиторов БРФ и радиохирургии. И вот что было показано, что в 20 исследованиях не было показано увеличение радионекрозов частоты или, допустим, кровоизлияния или других осложнений при сочетании ингибиторов БРФ с радиохирургией. Но в 7 из них, из этих 27 исследований, было показано возможное повышение нейротоксичности. Поэтому, в частности, в США сейчас при проведении радиохирургии, при ингибиторе БРФ, их проведение терапии прерывается за один день до проведения радиохирургии. И возобновляется через один день после завершения радиохирургии. Опять же, с риском нейротоксичности. Однако, при проведении лучевой терапии на весь головной мозг, в частности, у больных, получающих БРФ, мы сомневаемся в правильности этого подхода. Потому что при отмене ингибиторов БРФ возможно быстро прогрессирование болезни. И поэтому, особенно из двух-трехнедельных этапов лучевой терапии на весь мозг, мы здесь все-таки стараемся не отменять ингибиторы БРФ. Или, допустим, комбинировать их с ингибиторами МЕК, с целью уменьшения рисков лучевых осложнений. Также это уменьшает риск в сочетании с радиохирургией. И вот последние слайды. Сравнительная характеристика новых вариантов лечения у больных меланомой. В среднем столбике это ингибиторы БРФ. В чем их особенность? Они позволяют достичь быстрой регрессии метастазов в головном мозге. И вот, как я сказал, по новым данным, более половины пациентов, которые получают сочетание ингибиторов БРФ и МЕК, имеют шанс в частичной и полной регрессии в головном мозге. Медианная выживаемость достигает 11 месяцев. А вот если взять эпилемумап, здесь он, во-первых, у него высокая токсичность. У 10% больных тяжелая токсичность, в том числе отмечаются летальные исходы. Скорость эффекта медленная. В головном мозге он работает все-таки намного меньше, до 15% эффектов. И то у больных, которые не получают стероидную терапию. И медианная выживаемость не превышает 7 месяцев. А вот, что касается новых вариантов лечения, это ингибитор АПД-1. Сейчас на АСКО были опубликованы данные двух исследований. Но это у больных, у которых имеются бессимптомные метастазы меланомы в головном мозге. У них отмечается довольно высокая эффективность. До 50% эффектов у больных, получающих, скажем, неволумап или пембролизумап, или неволумап плюс импилиумап в сочетании. И медиана времени до прогрессивности достигает 11 месяцев почти. Однако есть особенность. У этих больных, особенно при комбинации пилиумап плюс неволумап, высокая токсичность. Почти 50% тяжелых побочных эффектов третьей-четвертой степени токсичности. Поэтому, опять же, это можно использовать только у больных с бессимптомными метастазами. И в сочетании с локальным контролем это радиотерапия, стереотоксическая или радиохирургия. И здесь пока нам нужны дальнейшие исследования по этой области. Значит, заключение, последние слайды. У пациентов меланомы с метастазами головного мозга. Таргетный препарат позволяет достичь эффекта не только в лечении метастазов экстракраниально, но и центральной нервной системы. И вот медианой выживаемости в сравнении с стандартными схемами химиотерапии, химио-учеотерапии, повышается эффективность до 58%. Если ранее при использовании химиотерапии только 10% эффекта в головном мозге. И медианой выживаемости повышается от 4 месяцев до почти 11 месяцев. И мы рекомендуем таргетный терапию больных меланомами с метастазами головного мозга в качестве первой длины лечения больных меланомы, особенно при множественном поражении, когда есть симптомные метастазы более 10 очагов. В таком случае нам нужен регулярный МРТ-контроль каждые 2-3 месяца. И вот последний слайд. Учитывая, что у нас нейроонкологическая секция, и многие из коллег занимаются также иглеомами, в частности на АСКО были опубликованы новые данные по ингибиторам БРФ у больных с 2-качественными глиомами. Есть тоже очень интересные данные. У больных плеаморфных с антраастрацитомой у них часто встречаются мутации БРФ в опухоли. Эти больные могут жить 2 года и более при наточении веморофениба, в частности, при наличии мутации БРФ. У нас также есть несколько пациентов, которые получают веморофениб. В частности, одна полная регрессия, и больных живет более 3 лет. У больных глиобастомы при наличии мутации БРФ. Вот данные были на АСКО, что у 6% больных выявляется мутация БРФ при глиобастоме. Это вот сейчас последние данные. У них, к сожалению, частичных эффектов или полных эффектов не было. Однако, отмечаются длительные стабилизации. Один год и более. Это больные, которые получали раньше и тамбадал, и авастин, и другие схемы лечения. То есть, даже у этих больных, у которых очень плохой прогноз, и в среднем они живут несколько месяцев, они могут жить со стабилизацией более одного года. Поэтому терапия развивается активно не только у больных с метафазами головного мозга, но и у больных с 2-качественными глиобами головного мозга. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Роман, за интересное сообщение. Коллеги, вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. А можно вопрос про плеаморфных санцерцитомы и про лечение с мутацией БРАВ с продолжительностью жизни до 2 лет? Потому что лечение плеаморфных санцерцитомы, ну, сами по себе, плеаморфных санцерцитомы – это доброкачественные глиобы? Анопластические, анопластические, это были именно те, у которых уже высокий был индекс, это рецидивы после хирургии, лучевой терапии. Часть из них получали еще темазоломит, сейчас здесь анопластическим, именно вот индекс киш-67 у них у многих был более 10%. И вот именно эти пациенты, это довольно редкая группа пациентов, у них мутации БРАВ, они имеют значение при назначении веморофениба. Эта группа больных небольшая, однако, вот, тем не менее, они имеют такие больные, молодые, имеют хорошие шансы, по нашим данным, в том числе, даже полных регрессий на веморофенибе длительных. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Саид Жабриевич. Интересный доклад. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, с учетом вашего опыта, насколько провоцирующим фактором рецидива опухоли является ОРВ и ОРЗ? ОРВ и ОРЗ? Ну, именно в отношении прогрессирования болезни в институте... Выделиво, да. Прогрессирование и рецидиво. Ну, мы таких исследований не проводили, но мой опыт показывает, что, допустим, конечно, у больных, допустим, может, конечно, снижаться иммунная защита. То есть это можно, допустим, объяснить, допустим, провести исследование по иммунному профилю. Но вот таких вот однозначных данных, что это провоцирует именно рецидив болезни, пока еще нет. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? А, вот еще вопрос. А, вот еще. Пожалуйста. По поводу рака молочной железы. И считаете ли Вы, что препараты, первый вопрос, препараты, которые проникают через гематоэнцефалические болезни, такие как карбоплатин, системы зламид, мультимы зламид, утратили свое значение, первое. И второе. Назначалось ли капитстабин, Вы говорили о ладонно-подошвенном синдроме у пациентов, в полной дозе, или это был метрономный режим? Благодарю. Я вот в своем первом докладе по ракам молочной железы объяснил, что темазоламид, он, к сожалению, свою роль, значит, периметра саза головного мозга имеет очень ограниченное. Только у больных меланома, и то там очень низкая эффективность. У больных раком молочной железы есть два исследования. Те, в частности, наш опыт, это более 20 пациентов рака молочной железы. К сожалению, очень быстрые прогрессивные болезни системного процесса. Через 2-3 месяца у больных прогрессивные болезни. Да, локально, в головном мозге, при сочетании с лучевой терапией только, у больных отмечалась высокая эффективность. Но опять же, только при сочетании с лучевой терапией, учитывая радиостивилизацию темазоламида с лучевой терапией. Однако сам по себе темазоламид, он не работал, когда начался монотерапией у больных рака молочной железы. Поэтому здесь мы стараемся уже использовать не только капитистабин, допустим, с лучевой терапией, а не темазоламид. Что касается капитистабина, при водоноподолженном стандаре мы дозы снижали. И при этом сохранялась частичная регрессия, допустим, пациентов метастазами рака молочной железы. Это касается комбинации капитистабина также с лопатенибом. В частности, наш долгоживущий пациент, который прожил 6 лет только на этой комбинации, у него были токсические эффекты, разумеется, когда такая долгая длительность лечения, 6 лет. И разумеется, мы дозы снижали и капитистабина, и лопатениба. Однако эффект сохранялся в головном мозге. Да, еще один вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад, полезный. Мне бы хотелось уточнить, может быть, это не совсем по адресу, но у вас все-таки такой большой опыт, как я понял, в лечении. Все-таки облучение всего головного мозга при меланоме, оно вообще какое место занимает с вашей точки зрения? Потому что при молочной железе понятно, а здесь... При меланоме, к сожалению, эффективность одной лучевой терапии на весь головной мозг очень ограничена. До 10% регрессии. И, как я правило, это регрессия у больных с маленькими метастазами головного мозга, менее 1 сантиметра. Поэтому, что касается, допустим, лучевой терапии у больных с мутацией МБРФ. Если у нас, допустим, пациент имеет более 10 метастазов головного мозга, то есть, когда, возможно, радиохирургии уже ограничены, потому что по новым рекомендациям НССН до 10 метастазов в мозге – это лимитирующее уже число для радиохирургии, то здесь мы все-таки используем на первом этапе именно таргин-терапию, потому что эффективность, как показал, выше, чем эффективность лучевой терапии. Во-первых, это высшая эффективность, во-вторых, это удобная схема лечения, пероральные препараты. И еще, опять же, есть вариант токсичности, сочетание ингибиторов БРФ с лучевой терапией. Поэтому лучше пока использовать на первом этапе одну таргин-терапию. Лучевую терапию, конечно, мы можем использовать, когда безвыходные ситуации, когда болезнь прогрессирует в головном мозге, но по нашим наблюдениям это не помогало, вот как я сказал, увеличить выживаемость или добиться каких-то существенных эффектов в головном мозге, на весь головной мозг именно в лучевой терапии. Еще вопросы? Спасибо большое, Дмитрий Романович, за очень интересные сообщения. Спасибо. Спасибо.